ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тут сфера, конечно, реально, знаете, как будто ты мужской раздевал, потому что пахнет потом всех, да, постоянно обтекает потом. Это, наверное, еще самый ужас, то, что я постоянно оттекаюсь на какое-то оружие, какой-нибудь дуло, потому что тут просто у каждого едини, четвертого, пятого, очень много автоматов, не знаю, сколько тут точно. Вот они просто висят вверх направленный, вот у этого чувака просто. Вверх направленный, второй вниз направленный. Не знаю, хотя бы у них на предохранителе стоят, не стоят. Потому что патроны, у них, естественно, боевые. Вот еще чувак с автоматом. Кошмар. Людей становится больше и больше, обступают со всех сторон. Начинается бой. Я выхожу в круг, поближе к бойцам, и вдруг из ниоткуда. Последний раз выстрелы рядом с собой я слышал, кажется, на горном Карабахе. Смотрю по сторонам и пытаюсь свалить куда-нибудь подальше. Все-таки в стране еще и гражданская война в самом разгаре. Люди. Сегодня я покажу вам, как люди живут в племенах, где до сих пор сохранилось понятие проклятых детей. Ведь мальчику лет 10-12. Смотрите, из чего он сделал игрушку. Значит, тут посередине просто палка. То есть это выглядит как такая штука, которую он просто катает. Если вдруг у ребенка верхние зубы прорезаются раньше, чем нижние, это считают аномалией. И ребенка в прямом смысле забивают всем селом. Познакомлю вас с уникальным человеком по имени Лали Лабука. Это практически единственный, кто в Эфиупии уже много лет пытается спасать этих проклятых малышей. Из таких племен детей приходится буквально вырывать. Причем за это даже могут убить. Волонтеры прислали человека сказать мне, чтобы я приехал и спас ребенка. Но когда я приехал в ту деревню на мотоцикле, ребенка уже оставили за деревней и отдали собакам. Собаки пытались его съесть. Мне пришлось напугать собак, чтобы они убежали, и я мог забрать ребенка. Когда я его спас, старейшины разозлились и выстрелили в меня. Также я покажу вам, как здесь сохранился, пожалуй, самый жестокий вид спорта в современном мире. Бои на палках Донга. Смотрите, он ушел буквально в кусты. Вытерся какими-то листами. Бои на палках Донга. канал на него можно подписаться вот поэтому qr-коду там будем публиковать ссылки на все наши новые ролики ссылка на telegram в описании а также мы завели яндекс дзен вот qr-код для перехода на него туда же будем загружать наши следующие выпуски ссылка на яндекс джен тоже в описании чем славится эфиопия конечно кофе главный экспортируемый товар и основной источник дохода государства но до сих пор кофе собирают и обрабатывают вручную такой монотонный изнурительный труд я бы с ума сошел потому что никакого творчества перспектив роста и просто каждый день одинаковый если вам знакомо что-то подобное то возможно пора искать работу в новой сфере и конечно всегда хочется чтобы новая работа была интересной востребованные и приносила стабильный доход и до сегодня это возможно в сфере айти возьмем примеру веб-разработчиков вспомните вот эти красивые удобные решения в интернете все это делают веб-разработчики и количество таких проектов постоянно растет и востребованность таких специалистов постоянно тоже увеличивается и вот еще плюсы универсальность джаваскрипт единый язык и владея им можно двигаться в любом направлении разработки мобильность работать над проектом или несколькими можно не привязываясь к офису также творческая составляющая именно веб-разработчики вдыхают жизнь в дизайнерские макеты еще один плюс освоить профессию можно за год в онлайн университете skypro здесь занимаясь по 10 часов в неделю вы получите необходимые навыки освоите язык программирования javascript особенности front-end это визуальная составляющая и основы backend рабочей изнанки сайтов при поддержке педагогов skypro за время учебы вы выполните 7 собственных проектов например несложные игры и интернет-магазин учиться в skypro комфортно это и поддержка 24 на 7 и удобное мобильное приложение для лекций и домашних работ и самое важное карьерный центр skypro поможет с дальнейшим трудоустройством составить резюме подготовиться к собеседованию полное сопровождение до устройства на работу изменить свою жизнь к лучшему не так сложно самое главное начать так что переходите по ссылке в описании и узнавайте подробности обучения в онлайн университете skypro кроме того прямо сейчас действует промокод люди 10 по нему вы получите скидку 10 процентов на любой понравившийся вам курс инвестируйте в будущее сегодня сейчас мы выследим максимально отдаленный район городок называется джинка нам проживает всего 30 тысяч человек то есть это ну условно такая деревня по африканским меркам то есть это значит что чтобы вы понимали да если туда прилетите например там без какого-нибудь без зарядки для айфона найти ее будет целая история потому что в общем как бы люди там живут довольно особой жизнью такой tribal life племенная час лету и вот вам эфиопский провинциальный аэропорт кажется что самолет стоит тупо посреди африканской саванны грунтовая полоса какие-то заборы хибары покосившиеся электрические столбы а это на минуточку столица южного региона эфиопии город джинка зацените тележки для багажа они абсолютно современные выглядит так будто чуваки стащили их из нормального аэропорта как мы в общежитии таскали тележки из супермаркет чтобы покататься зато есть випка я серьезно так и написано vip зона для пассажиров очень роскошно тут же сразу и транспорт тоже для лакшери клиентов соответствующие такие синие такси тук-туки смотрите как заботливо они украшены тут и шторки с бахромой и разные наклейки вот пример какой-то чувак наклеил на крышу несколько логотипов apple чисто африканская тема чем больше логотипов чего-то американского или просто западного тем круче вот смотреть пацан налепил лого адидаса и пумы кто в тук-туке кто на байке а кто на след дорожные движения тут едва ли можно назвать оживленным никто никуда не торопится все начали и на расслабоне до мэра джинки по-любому зовут джиган так вот выглядит абсолютно типичная улица такого эфиопской провинции что называется то есть это вот глиняные дороги из этой африканской красной глины и куча куча всевозможных киосочков соответственно люди сидят здесь и на самом деле на иностранцев они сейчас реагируют ровно одним способом как только они видят камеру они тут же набрасываются на тебя с вопросом день с просьбой о том чтобы ты им заплатил денег вот здесь это вот конкретно в эфиопии с таким сталкиваюсь впервые то есть здесь практически невозможно достать камеру никому-то ничего то не заплатив то есть это абсолютно всегда так вот выглядят смотрите абсолютно типичные киосочки эти бы фиопской глубинке то есть это вот как обычно построены из глины здания и такие маленькие магазинчики в котором они на которых они продают всякие жвачки все остальное местные рынки это тряпки и тетушки на голой земле тут не заморачиваются на прилавки и витрины а продают товары просто разложив на земле здесь вот торгуют крупой там помидорами вот так здесь выглядит отдел скобяных изделий пришел такой затяпкой заодно и копьё намутил нити местную моду пиджак или жилетка от костюма тройки вместе с шортами или набедренной повязкой такой утонченный эфиопский casual и солидно и в нужных местах продувает а вот и магазин одежды чувак выбирает обновку спортивный костюмчик обратите внимание у всех девушек всего два вида причесок либо пропитанные глины это значит что женщина замужем а если волосы без глины значит еще только готовится к замужеству мужиков прически гораздо креативнее дреды косички заколки украшение из сера вот какие-то перья на головах вот местный салон красоты в нем кстати тоже одни мужики работают обратите внимание среди клиентов тоже ни одной женщины и а и и и и и и и и Честно говоря, очень необычная атмосфера, я бы сказал, таинственная. То есть ты идешь по абсолютно диким джунглям, то есть на сотни, я думаю, даже больше, чем на тысячу километров здесь нет вообще никакой цивилизации. Тут какая-то горная речка, начинают появляться люди. Вот мальчик, смотрите, стоит с палкой, с очень необычной прической, в каком-то одеяле укрыт. Вот женщина, тоже весьма красиво одета, сносит какие-то красивые кольца на ногах. Она стирает одежды, и дальше сидят люди, которые разрисовывают свои лица. Пахнет болотом, при этом почти все голые или полуголые. Причем зацените, тут только женщины и дети. Мужики явно где-то в другом месте. Тетушки смотрятся в зеркало и вставляют в губы огромные тарелки. А вот очень интересная девушка стоит с каким-то украшением из, я не знаю, из палок, из веток каких-то. Она сплела какие-то цветы, все это засушила, зушила. Дальше, дальше, соответственно, люди. Кто-то вот женщина, например, стоит стирает. Кто-то вот моет ребенка своего. Кто-то рисует глины узоры на лице, кто-то вставляет цветы, непонятно как, прикрепляя к короткострижной голове самые разные экибаны. Фантазии местным, конечно же, не занимать. Обратите внимание, то ли корона, то ли шлем из кокоса, а из него, как лучи, иголки дикобраза торчат. Ну круто же. Хочется верить, что это все-таки необычный их день, а они почему-то готовятся. Оказывается, это они готовятся к какому-то очень важному событию, очень важному обряду. Сегодня будет происходить бой. Это называется бой Донго, когда мальчики должны становиться мужчинами. Они будут фактически биться на палках, и это супер. Это прямо к этому здесь готовятся, как реально к КММА боям. Реально, чтобы вы понимали. То есть люди наподобие Конора Макгрегора разрисовывают себя для того, чтобы максимально привлекательно выглядеть на этих боях. И это, конечно, очень впечатляет атмосфера. Даже такая, прям, знаете, таинственная, я бы сказал, вот именно так. В 10 минутах отсюда происходит что-то очень странное. Все поют какой-то напев. И от этих звуков у меня, если честно, холодок по коже в эфиопские плюс 40. Они даже не поют, они как будто мычат хором. Вот на чувака надевают какие-то самодельные доспехи, сплетенные не то из травы, не то из ниток. Чем-то напоминает бабушкину авоську, шлемак. Кстати, каркас при этом получается крепкий, так что от дубины по лицу вполне защитит. Но доспехов хватило ровно на двоих бойцов. Почти все остальные выходят биться вообще без всякой одежды. А самые дерзкие – голые. Суть обряда как раз в том, чтобы не искать легких путей. Это момент взросления. То есть это очень важный обряд. Таким образом, мальчик становится мужчиной после этих боев. Бои весьма жестокие. Бывают случаи, когда люди умирают. Прямо во время боев не так давно был случай, когда человеку палкой вот этой просто долбанули по голове и, соответственно, пробили череп. Выносят флаги – значит бой вот-вот начнется. Обратите внимание, как они двигаются. Они не просто идут, а пританцовывают. У парня в шлеме авоськи, похоже, травмированная нога. Ну, либо это он прихрамывает. Это прям часть танца. Что такое вообще местные бои? Это, знаете, вот когда в Советском Союзе у нас было такое отношение к армии, что когда ребята ходили в армию, их прям уважали. И вообще, если ты как бы не сходил в армию, то в советское время считалось, что ну ты такой, шлюнтяй, не очень-то мужик. Так вот здесь вот эти участия в этих боях добавляют мужику яиц по-хорошему. И он становится выше статусом в обществе, он становится более привлекательным для женщин. Палки для боя так и называются донга. Длина такой около двух метров, при этом она еще и заострена. Ее специально вырезают так, чтобы наконечник как можно больше был похож на член. Да, я серьезно, это такой символ мужской силы, мужского плодородия. На этом, кстати, тренировки не заканчиваются. Реальные мужики продолжают потом совершенствовать свое боевое искусство даже после первых спортивных боев. Битва начинается внезапно и как-то хаотично. Я даже не понял сразу, что произошло. Вот несколько человек, только что стоявших кучкой, начинают замахиваться друг на друга копьями. То ли изображая бой, то ли всерьез пытаясь хрестануть противника. Чтобы понять силу удара, прислушайтесь к этим звукам. Палки ломаются друг об друга, иногда об головы, прям реально щепки летят. И вот наш боец, который, казалось, прихрамывал, одерживает победу. Зацените, что делает второй. Встает перед ним на колено. Выражая ему респект. Пока я снимал один бой, рядом непрерывно шли еще несколько. И вот полилась первая кровь. И никаких тебе промываний, ран, мазей, обезболивающих. Табуретку тебе тут никто не выносит, как в боксе. Если ты настоящий эфиопский мужик, и тебя ранили, заткни грязью дырку и бейся дальше. Смотрите, он ушел буквально в кусты. Вытерся какими-то листами. На арене тем временем начинается следующий махач. В схватке сходятся чел в головых шортах и парень без трусов. На руках и ногах у них одета защита, но головы не прикрыты ничем. Они начинают расхаживать друг перед другом, как бы примеряясь, куда бы треснуть. Пару взмахов и все. Голубые шорты наносят решающий удар, и чел без трусов теряется. Какое-то время он еще пытается делать вид, что с ним все в порядке, но потом просто падает на землю и тяжело дышит. Его глаза открыты, но кажется, что он уже никого не видит и не слышит. Парни вокруг пытаются помочь ему, но тот явно теряет силу. Люди, мы прилагаем максимум усилий, чтобы продолжать снимать новые выпуски и признательны нашим друзьям из Авиасейлс, которые поддерживают нас в сегодняшней очень непростой ситуации. Благодаря тревел-консультантам сервиса Авиасейлс еще легко решать любые тревел-вопросы 24 на 7. И на этапе планирования путешествия, и непосредственно на месте. Сейчас большинство международных поездок находятся на стопе, и я обратился за помощью к ребятам из Авиасейлс, и они помогли мне спланировать новую командировку. Сервис доступен за 1490 рублей в год, а моих зрителей ждет дополнительная скидка 10% по промокоду «Люди». Авиасейлс еще – это отличная возможность получить больше от каждой поездки. Ссылку оставляю в описании. Мы сейчас находимся посреди фактически дикой африканской саванны и едем в очень далекую деревню от цивилизации, даже по африканским меркам. И самое ужасное место, в которое мы едем, заключается в том, что там до сих пор есть такое понятие, как «мингия». Это неправильные дети. Если в деревне рождается ребенок, у которого зубы сначала растут сверху, а не снизу, совет старейшин принимает решение, что от этого ребенка должны избавиться до такой степени, что его просто выносят в лес и оставляют на съедение животное. Это старинный обряд, который практикуется здесь до сих пор. За рулем с нами человек по имени Лали Лабука. Он сам родился в такой же деревне. Это очень маленькая деревня, но очень могущественная. Серьезно? Да, очень влиятельная. Так что эта деревня стратегически важна как религиозный и культурный центр племени. Она находится в центре Хамара, где принимаются важные решения. Некоторые деревни известны туристам, но это очень скрыто. Тут обсуждают свои церемониальные и культурные вопросы, а также практику мингия. Практика мингии – это практика избавления от проклятых детей. Есть три вида проклятий. Первое. У ребенка в младенчестве первые зубы прорезаются сверху. Второе. Женщина нагуляла ребенка, и он рождается не от законного мужа. Третье проклятие. Эта женщина приносит ребенка от мужа, не одобренного старейшинами. Во всех случаях община принимает решение уничтожить ребенка. Причем, если мать попытается сбежать, ее тоже будут убивать. Как Лалев впервые поехал спасать такого ребенка, он помнит до сих пор. Я был в деревне Корчо. Это другая деревня. Поэтому волонтеры прислали человека сказать мне, чтобы я приехал и спас ребенка. Но когда я приехал в ту деревню на мотоцикле, ребенка уже оставили за деревней и отдали собакам. Собаки пытались его съесть. Но я успел вовремя. Это было страшно, невероятно страшно. И собаки... Мне пришлось напугать их, чтобы они убежали, и я смог забрать ребенка. Когда я это сделал, старейшины разозлились и выстрелили в меня. Тогда мне пришлось бежать к мотоциклу, и я уехал в другую деревню. Потом приехала машина и забрала нас. По таким деревням он ездит больше 15 лет. За это время он смог создать небольшую команду со своим офисом, который занимается спасением малышей по деревням. Если хотите помочь их фонду, мы оставляем реквизиты для вас. Первого ребенка, которого не стало прямо на глазах Лали, он помнит до сих пор. Идя по деревне, я впервые увидел, как они выхватывают ребенка у матери, и она плачет. Но руки старейшин были сильнее. Тогда они отобрали ребенка у матери и побежали к реке. Я последовал за ними. Они кричали «Минги! Минги!» Мать плакала. Они держали ребенка и кричали. То есть их было много? Шестеро, может быть. Я помню, что было пять-шесть старейшин. Они пришли и отняли ребенка у матери. Она плакала, а они кричали «Минги! Минги! Должен быть убит!» И они побежали к реке. Я побежал за ними, а потом они утопили ребенка. Просто убили. Я видел это своими глазами. После я вернулся и спросил свою мать, почему они это делают. И она начала рассказывать мне про Минги. Она сказала, «Лаля, в нашей культуре люди убивают своих детей». Когда зубы появляются сверху раньше, чем снизу, они считают, что эти дети прокляты и приносят болезни. Поэтому их нужно убить. Самому Лале повезло. Его первые зубы прорезались снизу. А вот у его двух родных сестер... Однажды мама сказала мне, «Я никогда тебе не говорил о Лале, но у тебя были две старшие сестры». Тогда я впервые узнал о них. Их убили как Минги. Простите. Малышкам даже не успели придумать имена. Для Лали тогда жизнь разделилась на до и после. С тех пор он начал создавать сеть волонтеров по деревням, которые бы сообщали ему о новых Минги. Он покупает им мотоциклы, телефоны, чтобы они всегда были на связи, но все равно не всегда успевает. Эту фотографию мы получили в одной из деревень. Кто-то сфотографировал ребенка, который был Минги. Его убил собственный отец. Отец убил своего собственного ребенка. А вы знаете что-то еще об этом? Я имею в виду, что они с ним сделали? Да, он забрал его у матери. Сначала он просто... Сначала он ее избил. Поэтому она убежала. Было очень солнечно и жарко, поэтому отец оставил ребенка на солнце. Он просто положил его на землю, и все. Это все равно, что бросить его в костер. И жар от солнца убил ребенка. А старейшины отрезали ему одну ногу и обе руки. Так этот ребенок умер. А кто отправил вам это фото? Один из моих друзей из деревни после того, как ребенка убили. Честно скажу, YouTube забанит наш ролик, если мы покажем вам этот кадр без блюра. И по словам Лали, такое происходит примерно каждую неделю. Этот жуткий обряд до сих пор считается нормой в трех племенах. Кара, Бена и Хаммер. Только в этом году было убито более трехсот детей. Согласно отчету от моих местных координаторов из каждой деревни, за три месяца было убито сорок семь детей. Спасать этих детей удивительно сложно. Племя всерьез считает, что если от проклятого ребенка не избавиться, боги разозлятся, нашлют засуху на племя. Скажите, а вот реально ли прийти к ним и сказать, давайте мы вам сейчас дадим 50 тысяч долларов, только отдайте нам ребенка. Это сработает? Это возможно? Нет, это невозможно. Это не то, что можно решить с помощью денег. Единственный способ, которым вы можете изменить ситуацию, это информирование, просвещение молодых людей. Культура Минги существовала долгое время, очень много лет. Люди живут в ней. Так что это очень серьезный вопрос. Он связан с их повседневной жизнью. Если вы пытаетесь откупиться деньгами, конечно, старейшины возьмут их, но внутри они не изменятся. Это не тот путь, который может реально изменить ситуацию. А, то есть вы имеете в виду, что это может спасти одного ребенка, но это не изменит их мнение, уклада жизни? Да. Что гораздо важнее, да? Поэтому, может быть, даже если вы принесете свои 50 тысяч долларов, для них это не деньги. Они не имеют значения, потому что они думают о своей жизни и о своем скоте. Животноводство здесь очень важно. Оно важнее денег. Потому что, если они оставят ребенка Минги в деревне, проклятие придет и все у них уничтожит. Вот мы уже приближаемся впоследствии к этой деревне. Вот первые постройки такие с соломенной крышей. Самая главная сложность в том, что это деревня, в которой туристов точно не возят. То есть, в принципе, они очень с большим недоверием относятся к чужакам. И я вообще не уверен, что они разрешат нам хотя бы внутрь зайти. И нас встречает волонтер Лали в такой же голубой майке, как у него. Едем за ним. Кстати, этот мопед волонтер купил Лали за свой счет. Лали предупреждает нас. Даже если мы встретимся со старейшинами, они будут врать нам в глаза. Если мы спросим старейшин, они скажут, нет, мы не убиваем Минги. Мы перестали это делать. Они лгут. Они говорят неправду. Просто из-за участия правительства старейшины во всех деревнях изменили свои... То есть, публичные переговоры? Да. Они говорят, нет никаких убийств. Но они убивают Минги. Старейшины говорят, ни один ребенок не убит. Нет никакой практики Минги. Но все равно они практикуют скрытно, тайно. А матери они что, не могут ничего сказать? У женщин нет никаких прав в этой общине. Совсем. Вообще? Не только о Минге, а вообще не могут? В целом. Женщины угнетены. У них нет прав в долине Ома. На въезде в деревню нас встречает какой-то чувак, показывает, куда поставить машину. Внутрь нас пускают не сразу. Они долго о чем-то говорят. Но учитывая, что Лали местный, и многие его тут хорошо знают, в итоге мне все-таки разрешают пройти с ним. В мою сторону зыркают с явным недоверием. Оружия много. Вот прямо передо мной пастух с калашом. А ему приходилось стрелять из этого автомата. Он может вспомнить какой-то случай? Он говорит «Пух! Дух!» Я имею в виду, он атаковал кого-то или его атаковали? Это животное, которое он убил. Он не говорит правду, потому что правительство не разрешает этого говорить. Поэтому он прячется. То есть он прячет оружие? Нет, он прячет то, что он убил. Он говорит «Я никого не убивал». Иду по деревне и понимаю, что Лали был абсолютно прав. С одной стороны сборище мужиков. Постелили шкуру, уселись на стульчики, сидят комфортно, обсуждают. Женщины отдельно. Ни шкур, ни подстилок, ни даже стульчиков. Присмотритесь, у одной из девушек какая-то жуткая проблема с ногой. Стопа вывернута так, что наступать она может только на ребро ступни. И все равно ни стула, ни подстилки уперлась в забор и сидит ребенка нянчина. Раньше было страшно говорить о проблеме Минги. Но благодаря Лале мы стали более осведомленными и поняли, что убийство детей – это плохо. Поэтому мы приняли Минги в нашей деревне и стали их защищать. Теперь многие дети в безопасности. Мы спасли их жизни. Да, по поводу старейшин, Лале тоже оказался прав. После того, как правительство приказало остановить убийство, все стало тихо. А сколько лет уже тихо? Шесть лет. Шесть лет назад мы начали защищать детей, после того, как покончили с практикой Минги в Карарь. Но, честно говоря, это все неправда. Чтобы выяснить правду, мы долго сидим и улыбаемся старейшинам, а потом говорим, что устали на жаре и просимся передохнуть в хижине. Нас запускают внутрь, а здесь двое девушек варят кофе. Женщины, как матери, у которых могут отбирать детей, точно должны знать правду. А можем мы спросить, как ее зовут? Меня зовут Зили. А как долго она живет здесь? Это ее дом? Это новый дом. Ему всего год. Атмосфера внутри гораздо спокойнее. Огромный чан греется на костре. Старшая женщина его то и дело раздувает. Внутри не жарко, а за счет огромных дыр в щелях между столбами хижины еще и воздух продувает. Мы четко понимаем, что нас никто не слышит и точно не потревожит ближайшие полчаса. А вы замужем? Да, я замужем. Когда отец решил выдать меня замуж, мне пришлось полюбить своего мужа. Мою жизнь решает отец, поэтому я должна была его полюбить. Если отец любит моего мужа, то и я его люблю. Мне было девять. Когда вам было девять? Девять или десять, да. Помните, Лаля говорил про принудительные браки? Вот вам конкретный пример. Девочку в девять лет продали мужчине, потому что он заплатил за нее приданное. А вы знаете, сколько коров заплатили за вас? Сто. Когда я спросил, знает ли она что-нибудь о Минге, она замахала руками, типа нет, ничего такого не слышала. Но осмотревшись и убедившись, что нас никто не подслушивает, она вдруг сказала. Я убила своего сына. Атмосфера, конечно, реально, знаете, как будто ты вот мужской раздевалка, потому что пахнет фотом. Все постоянно обтекают фотом, все только в другую трючку. Наверное, еще самое ужасное, что я постоянно, так как раз, честно говоря, на какое-то оружие, какой-нибудь дуло, потому что тут просто каждого ездили, четвертого, пятого, очень много автоматов, не знаю, что это будет. Точно, вот они просто висят, вверх направленный у этого чувака, просто вот вверх направленный, вниз направленный, не знаю, что они хотя бы на предохранителе стоят, не стоят, потому что патроны, естественно, боевые. Вот еще чувак с автоматом. Кошмар. Привыкнуть к такому количеству оружия вокруг нереально, тем более, что периодически то тут, то там раздавались громкие хлопки выстрелов из этих самых калашей. Да, у меня каждый раз чуть камера из рук не выпадала, ненавижу оружие. Первый раунд заканчивается, и победителей, как королей в детских мультиках, закидывают на носилки, и начинается шествие. Вон с краю в черных шортах с гордым видом восседает уже знакомый нам боец, сменивший шлем Авоську на Панабу. Рядом с ним несут чувака в голубых шортах. Это он окучил того парня, которого потом друзья откачивали в кустах. Третий победитель вообще едет с голым задом. Все предельно серьезные и торжественные. Победное шествие сопровождается танцами под звуки колокольчиков и какой-то дубки, изготовленный, смотрите, из куска шланга, коровьего рога и скотча. В итоге все дружно пританцовывая и продолжая мычать, направляются куда-то в сторону кустов. Вау, вообще неожиданное развитие событий. Только что появился здесь человек, но это не человек, это как бы глава местной общины. И он сказал, что надо сворачивать эти бои, потому что там сейчас начинаются реальные бои. В общем, другое племя, оно идет атаковать сразу несколько коровьих стат. Поэтому множество из этих мужчин сейчас просто отправляются как бы защищать свои рубежи. Здесь неподалеку орудует племя под названием Ньенгатон. Местные недолюбливают их и боятся. Все дело в том, что территориально это племя живет на границе с соседней страной Южным Суданом. У меня был оттуда выпуск. Это самая молодая страна, где творится полнейший хаос и там минимум контроля оружия. Так вот, соплеменники Ньенгатон перекидывают своим братьям тонны оружия из Южного Судана, что делает их самым сильным и опасным племенем Эфиопии. Учитывая, что мы оказались рядом с ними, я просто не мог упустить возможности и не поехать посмотреть, как они живут. Мы тут же тоже отправляемся в Ньенгатон. Почему они нас решили пустить? Да все очень просто. Просто это люди, которые как бы очень ценят деньги, в общем все просто. Ты платишь 500 рублей на наши деньги и пожалуйста, вот так выглядит их деревня. Заборы они строят вот из таких веток. В общем, обратите внимание, очень плотные заборы, несмотря на то, что кажется, что это какие-то ветки, на самом деле. На самом деле выстроены они очень-очень плотно. Просто так ты вообще сюда не пролезешь. Еще очень интересно, что они строят прям такие лабиринтики. То есть для того, чтобы попасть, нужно прям преодолеть довольно-таки много проходов. Вот. заборы из веток, дома из соломы. Лично я так их еще не видел нигде. У этого племени явно есть отличительный колорит. Посмотрите сюда. Как вы думаете, что это? Ни за что не догадаетесь. Это, друзья, дом для курицы. Да-да, похоже на грабежах и угонах скота. Племя Нинготон стало таким зажиточным, что тут даже у куриц есть свои дома. Завидуйте молча, а мы едем осматривать двор дальше. Вот временный дом. А там вот дом для сна. Он постоянный. А еще тут есть кухня. Кухня и сад. Да, сад. Как вы видите, этот комплекс принадлежит одной семье. Племени Нинготон вы можете увидеть нечто похожее. Но не в нашей деревне. В других деревнях вы можете увидеть разные стили. Насколько большая ваша деревня, кстати? В ней проживает примерно 400 человек. 400 человек в деревне? Ого! Да, в долине Ома самая большая. Дома построены на самом деле в виде таких, знаете, шапок буденок, вот как были раньше у нас. И, конечно, солома повсюду в несколько рядов. Очень плотно, кстати, выложено. Видно, что люди, в общем-таки, довольно-таки зажиточные. Вот так выглядит их двор. Соответственно, здесь дом. Вот так вот выглядит выгородка под кухню. Вот. И, знаете, что любопытно? Перед приездом туристов здесь вообще не осталось людей с оружием. Вообще! При том, что раньше, когда ты ездишь по другим временам, нет-нет, где-то там оружие стоит. А у них, видите, какая-то острая проблема, что они не показывают, что у них есть оружие вообще. Атмосфера тут вполне спокойная. Людей почти не видно, но все же иногда они попадаются на глаза. Пока ходишь среди этих лабиринтов, все время чувствуешь на себе чей-то взгляд. Ощущаешь, что за тобой наблюдают отсутствие какой бы то ни было растительности под ногами, и эти странные причудливые постройки создают ощущение нереальности, каких-то космических декораций. А еще вот стоят такие вот домики, смотрите, на курьих ножках. Вот они такие длинненькие. Это на самом деле так выглядит условный холодильник, ну или кладовка, да, знаете, потому что сюда складывают еду, сюда складывают разные вещи для того, чтобы животные, которые приходят, чтобы никто не смог добраться, ничего пожрать, вытащить оттуда по запаху. Ваше племя называют одним из самых сильных и многочисленных. Да, в долине Ома самая большая. Племя Ньенгатон изначально пришло из Уганды и племени Карамаджонг. И около шести племен разговаривают на том же диалекте, что и племя Ньенгатон. По всей Восточной Африке шесть племен разговаривают на одном языке с этим племенем. Мы разговаривали с другими племенами, они рассказывали нам, что здесь есть вот проблема войн между племенами. Это правда? Такое происходит? Иногда это случается. Иногда. Например, из-за какого-нибудь кризиса, когда одно племя пытается украсть имущество или угнать скот другого. Вот ваше племя, оно все-таки атакует другие племена или оно все-таки защищается только? Иногда оно нападает. Иногда. То есть, чтобы захватить корову? Да, но я бы сказал, что оно нападает, чтобы отомстить за грабежи и угон скота. племя Ньенгатон нападает только по этой причине. Поэтому, когда другие племена его грабят, оно в ответ нападает на них, чтобы отомстить. Ага, То есть, это только месть? Да, только месть. Что-то подсказывает мне, что парень не говорит всей правды. Взять и остановить разом резню в племенах невозможно, потому что десятки и сотни лет это было частью жизни страны. Эфега называют единственной страной Африки, которая никем не была завоевана. И если говорить про последние периоды, это действительно так. Африка всегда была лакомым куском для жадных европейских колонистов. 19 век. Самые богатые страны мира это Великобритания, Франция, Германия, Бельгия, Италия, Испания. Они начинают активно дербанить африканские территории и это растягивается на полвека. Ну, практически к тому времени вся Африка была колонизирована. Но Эфиопия осталась независимой. Она была не в тех границах, как сейчас. Но в это же время она начала тоже раздвигать свои границы. И вот та территория как раз Долины Ома, она тоже была присоединена к Эфиопской империи в конце 90-х годов, тогда же, когда происходило и колониальное деление Африки. Одна из самых кровавых страниц истории Эфиопии происходит в 1970-м. Одна из сильнейших держав мира того времени Советский Союз. Эфиопы вдохновляются идеями коммунизма, свергают императора Хайле и к власти приходят военные, которые оказываются из разных этносов, разбиваются на две партии и начинают враждовать. В один момент политика заканчивается и начинается просто Мочилово. Подполковник Мингисту и его помощники тупо расстреливают всех членов другой партии, а затем вообще начинают мочить пачками всех, кто казался подозрительным. При этом с родственников погибших требовали деньги, запотраченные на расстрелы пули. Но самое удивительное происходит дальше. Новоиспеченного диктатора поддерживает Советский Союз. Тот самый Мингисту получает со стороны СССР оружие и финансовую помощь. Он даже приезжал к нам с торжественным визитом в Москву. Это 70-е годы и фактически до изменения ситуации в самом Советском Союзе, то есть после того, как пал под коммунистический режим в Советском Союзе, одновременно с этим пал и коммунистический режим в Эфиопии. В 91-м году противники режима устроили облаву и Мингисту был вынужден бежать в Кению, а затем в Зимбабве, где кровавый диктатор, прикиньте, и по сей день скрывается от правосудия, доживая свои последние дни. Сейчас ему за 80. Помните девушку Зили, которую отдали замуж в 9 лет? Так вот, она тогда родила ребенка, первого, мальчика. Когда люди сказали мне его убить, я его убила. Сколько месяцев он был? 9-10 месяцев, может год. То есть у него неправильно выросли зубы? Да, из-за зубов. Сначала они появились сверху. А нельзя было как-то скрыть это от всех, не показывать никому его зубы. Люди заходят в гости выпить кофе. Ребенок им улыбается, такое трудно скрыть. Кто-то из знакомых, который, как и мы, заходил на кофе, рассказал старейшинам. Зили понимала, что ее ждет и даже попыталась бежать. Она может рассказать, как это было? Там есть утес. Я спряталась между скалами, чтобы меня не заметили. Они пришли. Пришло много старейшин и забрали у меня моего ребенка. То есть, они нашли ее на обрыве? Да, они нашли меня там. Дальше началось страшное. Лали рассказывает, что разные племена избавляются от якобы проклятых детей по-разному. В большинстве случаев старейшины пытаются не прикасаться к ребенку, типа, чтобы не ассоциироваться с убийцами. Что случилось с ребенком после того, как они забрали его? Они убили его. Для таких детей, как несчастный девятимесячный Боно, Лали организовал специальный приют. Да, он, пожалуй, единственный человек в Африке, который так много лет пытается не просто спасать этих якобы проклятых детей, но еще и дает им крышу над головой, а также возможность учиться. Это Алма из племени Хамар. Он был Минге с зубом, а семья... Мы спасли его из одной из деревень, когда семья бросила его. А это Терефе. Терефе был из племени Бена. Терефе остался в кустах со своей матерью без пропитания. Из-за вмешательства правительства и Ома Чайлд люди боялись убить его, поэтому они просто оставили ребенка умирать от голода. Когда мы его спасли, он был очень худым. Нам пришлось отвезти его в Адис-Абебу, чтобы провести медицинское лечение только из-за недоедания. Уже не такой истощенный. Да, уже не такой. Сейчас он учится в седьмом классе. Сейчас ему почти 14. А вот эта скромная девочка оказалась здесь вовсе не из-за первого зуба. Минге была объявлена ее мать, причем ребенок тогда еще даже не появился на свет. Это Лио. Один ребенок умер, а другого мы спасли. Это очень печальная история. Ее мать была Минге. Она оставила их в больнице. Ее племя, где она жила, выгнала ее. Она оказалась на дороге и родила близнецу. Оставили в больнице? Что вы имеете ввиду? Ее увидел правительственный водитель и отвез в больницу. Через две недели один ребенок умер, потому что у матери не было молока. Тогда мне позвонили. В те дни больницу посещали гости из Израиля. Они увидели эту девушку и позвонили мне. Они сказали, есть ребенок. Ее сестра к тому времени уже почти умерла. Она была очень худая, когда она родилась. И такие жуткие истории Лаля может рассказать про каждого из ребят. Но страшнее всего, что убийства людей и детей продолжаются. Дремучие суеверия настолько крепко сидят в головах необразованных деревенских жителей, что изменить ситуацию не в силах ни полиции, ни даже правительства. С тех пор, как мы начали этот проект, прошло почти 14 лет. Я думаю, что за это время было убито более тысячи детей. Более тысячи. Но из них мы спасли 50 детей. Это около 0,001%. Очень маленький процент. Но каждая спасенная нами жизнь это чудо. Настоящее чудо. Для меня это что-то удивительное. Одна жизнь это больше, чем все богатства мира. Так я думал всегда. Для меня спасти 50 детей значит быть богаче всех на свете. Так я считаю. Воспитанникам Лали здорово повезло. Несмотря на то, что для своей родни они изгои, здесь у них есть все условия для счастливой жизни. Комфортабельное жилье, одежда, и что самое главное, так как в Эфиопии сейчас с этим большие проблемы, чистая вода и нормальная еда. Время 6 вечера и здесь в приюте начинается ужин. Соответственно, вот так выглядит раздача, такая вот кастрюля большая. Сегодня на ужин макароны по-флотски. Уже практически ничего не осталось. Everything left. Потому что все, в общем-то, раздали. И, собственно, вот так вот высаживаются эти малыши, прекрасные, чудесные ребятушки. Вот, у каждого, пожалуйста, вот железная тарелка, стаканчик. Все, сидят, сидят, значит, наворачивают. После ужина дети в обязательном порядке чистят зубы. Для этого каждый подходит к учителю и берет из стакана свою собственную зубную щетку. Между тем, в племенах о такой штуке, как зубная щетка, многие даже не слышали никогда. А так выглядят непосредственно самые комнаты, в которых живут, спят, ночуют малыши. Это довольно-таки большие просторные комнаты. в каждой где-то по 4-5 кровати. Обратите внимание, кровати сделаны из такого железного и такого бетона крепкого-крепкого. Прям, знаете, это сильно контрастирует явно с теми постелями, на которых приходилось спать. Приходилось бы спать в племенах, потому что там они спят просто на каких-то подстилках. Вот такие большие матрасы. На каждой кровати спит примерно по 2 ребенка, потому что кровати большие, место позволяет и обязательно укрывают их сеткой вот такой москитной иногда даже двумя слоями, потому что вообще москиты довольно распространенная проблема Эфиопии. Тут и малярии, и мыфицецей летают. Вот, тут девочки вот фалетиком легли, смотрите. Предполагаю, что жить так мечтали бы примерно все дети Африки. В деревню, куда мы слали и ездили накануне, даже близко таких условий нет, как и в большинстве местных племен. Там все спят тупо на полу. Обратите внимание, как выглядит жилище в этой деревне, то есть вот он, собственно, дом. Что это такое? Это такой чистокол условный, то есть наставили много палок, поверх него положили еще палок и немного сена. Короче, вот как это выглядит изнутри. Собственно, шалаш такой, вот, в принципе, шалаши мы примерно такие строили. Тут место вот для костра, камень лежит, на котором, соответственно, они готовят. И прямо здесь они спят, вот здесь лежит кусок шифера такой, прямо здесь люди спят. Так вот, собственно, и живут здесь. В принципе, внутри выглядит это вот так, вот смотрите, то есть тут лежит такая простынь, железная, такая условная, африканская кровать. Вот, и здесь, собственно, место для костра и вот тут несколько камней для того, чтобы было удобнее готовить. Здесь живет та самая Зилли, у которой был сын Бона. Я жалею, что убила своего сына, потому что сейчас я вижу, что дети Минги в безопасности. Они защищены. Мне очень жаль. Я много плакала. Я потеряла своего сына. Я была очень глупа. К разговору внезапно подключается девушка, это дочь Зилли. Все это время она только слушала нас, но теперь, кажется, решилась что-то рассказать. Буна. Ее зовут Буна. А вы замужем? Да, она замужем. Сколько лет было вам, когда вам нашли мужа? Меня схватили и отвезли в другое место, чтобы выдать замуж. Так что это был брак по принуждению. У меня не было возможности выбирать мужа, потому что я была слишком юной. Сейчас этой девушке 29 лет и она мать семерых детей. Ей повезло хотя бы в том, что у всех ее детей зубы появлялись исключительно снизу, но она очень переживает за бурющее. Если вдруг у нее родится ребенок и он окажется Минги, она не знает, будет ли у нее шанс спасти своего ребенка. Я сбегу. Здесь неподалеку есть город. Я сбегу или примкну к Омма Чайлд. То есть вы имеете в виду, что если никто от Лали не приедет, то они что, убьют ребенка? Да, его убьют. Убежать, когда на себя охотится вся деревня, не так-то просто, а договориться с враждебно настроенными членами общины бывает крайне трудно. И Лали чего только не делает. Я прошу вождя племени выпить со мной кофе, но мне отказывают. Старейшины тоже не хотят пить его со мной. Но иногда я приношу одеяло или дарю им какие-то маленькие подарки, например, фонарик. Ну, знаете, для них это свет в ночи, им такое нравится. Я приношу им подарки и говорю, давайте сядем и поговорим. И тогда я говорю вождю племени мой главный аргумент. Я говорю ему, позволь мне стать рекой, позволь мне стать кустом, потому что когда появляются минги, именно так их убивают. Их топят в реке, а иногда оставляют в кустах, чтобы дикие животные могли их съесть. Поэтому я говорю вождю, позволь мне взять на себя проклятие. Я возьму на себя этот риск. Помощник Лалли, тот самый, которому он подарил мотоцикл, признался в интервью, что однажды ему пришлось драться с собственным братом, чтобы тот не убил своего ребенка. Это был мой старший брат. У него родился мальчик Минги. Я попросил его отдать ребенка в Омо Чайлд, а он сказал, теперь ты тоже Минги для меня. ты не повезешь моего мальчика в Омо Чайлд. Я никогда не отдам тебе своего ребенка. Он проигнорировал мои просьбы. Мой старший брат проигнорировал меня. Ты не знаешь ничего о Минге. Ты не понимаешь, чем опасны Минги. Если в нашем доме есть мальчик Минги, то дождя не будет. Они верят в это. Здесь нет дождя, все время засуха. Поэтому, если вы оставите в живых мальчика Минги, мы больше не семья. Наша семья пойдет по пути несчастья. Поэтому мы никогда не отдадим Минги в Омо Чайлд. Мы должны убить его. А потом он поругался со мной. Да, он проигнорировал даже меня и моих родственников. Ты тоже Минги. Если ты хочешь оставить Минги в живых, значит, ты тоже Минги. И мы должны убить тебя. Вот так он сказал. В итоге спасти парня все-таки удалось. В последний момент старейшины поддались на уговоры и велели родителям не убивать младенца. Но теперь, думаю, вы понимаете, почему лишь малая часть приговоренных к смерти детей Минги оказывается спасенной и благополучно попадает в Омо Чайлд. Теперь этот ребенок вместе с другими спасенными детьми каждое утро выходят на школьную линейку. Смотрите, как аккуратно одеты дети и с какими серьезными лицами они поют гимн. Кстати, обратите внимание, как ровненько стоят, словно у каждого есть свое место. На самом деле так и есть и скоро вы это увидите. После торжественного поднятия флага дети идут в классы, где их уже ждут учителя. Посмотрите, какая невероятная красота, крутота, я не знаю, одновременно. Так выглядит здесь школа. Мы находимся не в столице Эфиопии, даже не в большом городе. Мы находимся на диком отшибе страны. Посмотрите, это так здесь выглядит школа, реально. Даже у меня в Самаре, где больше миллиона человек, я в общем-то учился в топовой школе, не было такого. То есть вот так выглядит, скажем так, основной площадь перед школой. Здесь поднимают флаг. Смотрите, какая еще интересная здесь деталь. Здесь на площади написаны номера классов, соответственно, и номера учеников. И то есть каждый день, прикиньте, они приходят сюда, встают здесь и чувствуют себя частью общества, частью какого-то комьюнити, в котором они объединяются друг с другом для того, чтобы учиться на самом деле. Сцените, как тут все сделано. Аккуратные бетонные дорожки, клумбы, все очень чисто и красиво. Никаких фантиков, бутылок или аккортов. Думаю, многие наши школы бы тоже позавидовали. Смотрите, вот не заходишь. В класс они автоматически встают. Не автоматически, конечно, но они уже воспитаны таким образом, что они все встают. Никто не кричит. Даже если учители выходят, соответственно, они сидят спокойно, слушают, ожидают. Сейчас происходит пересменка. На самом деле, вы можете посмотреть мои другие выпуски из Африки, из Сомали, из Южного Судана, как выглядят типичные африканские школы. То, что я вижу здесь, это абсолютно, знаете, абсолютно западного типа такая школа. Я вижу, это невероятно. Это невероятно круто, то, что вот здесь есть такое. Школьная форма, учебные принадлежности, тетрадки, ручки под партой. У каждого стоит вот такое ведерко. Это не что иное, как термос с обедом. Такого в большинстве местных учебных заведений вы не увидите. А у этих детей, посмотрите, даже медицинские маски есть. Здесь на стене есть список правил. Причем, знаете, даже у нас в школе соблюдали эти правила. Тут все начинает от того, что мы нужно поднимать руку для того, чтобы сказать. Здесь обратите внимание. Да, вот что называется воспитание. Нужно уважать и слушать своего учителя. Нужно быть добрым к другим. Нужно держать класс в чистоте. По-моему, это, конечно, очень впечатляет. Здравствуйте! 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 15 лет назад, когда Лаля начал спасать детей Минги, он работал простым учителем в сельской школе. Им с женой приходилось ютиться вместе с подопечными детьми и в крошечной комнатушке какой-то деревенской халупы, где они спали на полу. Денег на еду не хватало и Лаля стал подрабатывать туристическим видом. Но когда количество детей перевалило за десятку, стало понятно, что пора что-то делать. Я обзвонил своих друзей. Раньше я учился в Германии на английском языке, изучал Библию. Я был евангелистом, изучал евангелизм. Потом я поехал в США и изучал там экономику. Так что у меня есть некоторые связи в западном мире. Поэтому я написал об этой истории всем, кого знал. И они начали потихоньку помогать мне. Но в первый раз мне никто не поверил, потому что многие люди просят деньги для детей, а сами берут деньги для себя. Но я сказал, нет, это реальная история. Приезжайте и посмотрите. И когда мои друзья приехали и увидели все своими глазами, они были впечатлены работой, которую мы здесь делаем. После того, как его стали поддерживать иностранцы, к проблеме Минги начало проявлять интерес и местное правительство, которое до этого оставалось в стороне. И поскольку проклятых детей в местную школу ни за что бы не взяли, власти разрешили построить для них свою, отдельную школу, которая благодаря стараниям команды Лали нынче считается одной из лучших в стране. Я думаю, школа должна быть очень привлекательной, очень чистой и очень красивой. Тогда ученики будут приходить в нее с большим интересом. Видите ли, в Африке многие школы совсем нечистые и непривлекательные. Я их видел. По роду своей деятельности я учитель, работаю на правительство уже 4 года. Это была моя первая работа. Я был учителем и видел, что во многих школах нет заборов, нет хорошей мебели в классах. Поэтому я решил создать лучшую школу в Африке, чтобы ученики могли приходить и учиться в красивом и чистом месте. В школе омычают, работают учителя из Кении. Они гораздо более квалифицированы, чем местные преподаватели. При этом каждый из них испытывает гордость от того, что сумел попасть в это место. Что вы преподаете? Я преподаю компьютер. Каково это учить детей из эфиопских племен? Как они воспринимают вас? Это прекрасный опыт. Они готовы учиться. Особенно сейчас, когда они все из самых маргинальных районов Эфиопии. Большинство из них не имели никакого опыта, работая на компьютере. Поэтому мы начинаем с основ сведения. Затем мы пытаемся познакомить их с тем, как им пользоваться. Сейчас они переходят от начального уровня к промежуточному. Наличие компьютера говорит о том, что место супер прогрессивное. В нашей школе используется множество технологий. У нас есть компьютеры и другие устройства. И у нас есть камеры и даже камеры наблюдения для разных целей. Например, чтобы видеть, находятся ли учителя в классе и как они работают с детьми. А также в целях безопасности. Так что мы установили камеры безопасности, проекторы и наняли хороших учителей в этой школе. Скрытые камеры здесь установлены не случайно, как, впрочем, и высоченный забор, окружающий школу. Учитывая силу суеверного страха, связанного с традицией Минги, от жителей ближайших деревень вполне можно ожидать каких-то неприятностей. Это все наши учителя. А вот классный руководитель. Все учителя. весь класс. Главный учитель. А это учитель английского языка. И здесь у нас учитель английского языка. А вот у нас учитель информатики. Тут у нас учитель амхарского языка. Это национальный язык эфиопии. А вот социальная наука. Здесь у нас учитель естественных наук. В отличие от большинства эфиопских школ, где стены сделаны буквально из говна и палок, здесь все обустроено очень круто. Судите сами. Вот так для сравнения выглядела деревенская школа в племени Сурма, которую я снимал раньше. просто охренеть. посмотрите. На это я такого не видел никогда. Даже мне кажется не видел ничего подобного. Так здесь в эфиопской глубинке выглядит школа. Реально. Ее собрали даже не из дерева, не из досок. Ее собрали из каких-то палок. Причем обратите внимание везде разные палки. есть одинаковых не нашлось вот какой-то вообще просто вот здесь какие-то доски. впрочем наличие даже такой школы для племенной части страны уже само по себе чудо. Потому что лишь несколько десятилетий назад люди в этих местах вообще не имели никакого представления об образовании. Давайте сейчас зайдем внутрь этих классов. Это вообще конечно что-то невероятное. Как будто ты в декорацию входишь. Я вообще не верю, что такое реально в мире бывает. Вы посмотрите на это. Так выглядит класс. Смотрите сами непосредственно парты выглядят довольно-таки типично. То есть такие даже у нас стоят в универе. А вот стенки например здесь идет математика условно. А дальше за этой стенкой там уже я не знаю что еще у них тут может идти. Какой-нибудь филовский язык они еще могут изучать. А вот уже городская государственная школа по местным меркам довольно престижная. Вот так выглядит окно. Это не совсем окно это просто дыра. которая подперта палками железная рама и внутри малыши. Сейчас зайдем посмотрим. Вот вся школа обмазанка такая. Внутри довольно-таки темно. То есть освещения тут никакого нет. На крыше посмотрите такой ангар. Фактически там шифер деревянные перекрытия которые как будто вот-вот слажатся. Но вроде не падают. И здесь соответственно сидят учатся дети. Детей больше гораздо. В некоторых местах сидит по три человека за партой. Вот например сидит вообще четыре человека за партой. Раз, два, три, четыре. Собственно все. Из удобств тут только доска, которая кстати тоже сделана своими руками. Это не купленная доска. так так вот это выглядит тут довольно грязно на земле разбросаны всякие бумажки. И обучение честно сказать происходит несколько по-другому чем в школе Эмма Чайлд. Идет урок и все старательно пишут что-то в тетрадках. И то что у каждого из ребят есть ручка и тетрадь тоже говорит о том что это крутая школа и многие из детей местные мажорики. Вот время обеда. Кто-то принес его из дома а кто-то довольствовался школьным завтраком состоящим из лепешки хлеба и стакана чая. Слушайте я многое видел но вот сейчас я что-то прям знаете затупил есть у кого-нибудь мысли что вот это такое то есть я нахожусь на школьном дворе дети вот играют и вот какая-то школьная огромная плита еще один вопрос для что где когда это туалет вы прикиньте это толкан реально вот четыре дыры и здесь ничего не то что стены ладно уж тут школа сама построена из глины тут даже никакого ограждения ни пленки ни ширмы ничего просто подходишь посреди школьного двора делаешь свои дела и что-то я в шоке вау теперь вы поняли почему школу ом и чайл считают одну из лучших в Африке правда поддерживать такой высокий уровень крайне непросто несмотря на помощь властей и доброжелателей денег отчаянно не хватает и лале непрерывно приходится искать средства конкретно например это общежитие его спонсируют конкретная семья табличка висит даже на входе то есть в принципе люди просто помогают и только за счет этого вот малыши могут почувствовать себя в комфортных условиях они в пижамах туда же спят реально прикиньте несмотря на все трудности лале и его команда не сдаются продолжают делать свое благородное дело в надежде что со временем эти дети получив хорошее образование став примером успешных людей изменят жизнь в здешних краях к лучшему в будущем дети станут преобразующим звеном для своей общины вместо того чтобы мстить за то что их семьи подвергли их жестокому обращению я знаю что он спас около пятидесяти даже больше пятидесяти детей и мы собираемся сделать их не учениками мстителями или детьми мстителями мы хотим изменить людей через их общество поэтому в будущем дети будут работать со своими общинами сейчас наша задача защищать их и работать над программами развития одна из таких программ образовательная она должна помочь людям стать более гибкими расширить свои взгляды на мир в них дети будут просвещать свои общины и объяснять вред некоторых традиционных взглядов таким образом дети сделают первый шаг на пути больших изменений мы пытаемся работать в этом направлении сколько лет вы считаете на это нужно мне сложно оценить но я полагаю что около двадцати потому что старейшины уже состарились и скоро умрут а молодое поколение это люди образованные воспитанные и они изменят это мнение в процессе своего развития фраза в кабинете Лали от которой возникает надежда Минги это не проклятие это благословение ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова